Отросский регион вновь в красной зоне. В этот раз возникла опасность распространения индийского штамма мутировавшего вируса. Продолжение темы в следующем сюжете. Опасность индийского штамма под названием дельта заключается в его быстрой скорости распространения и не только среди взрослых, но и среди детей. Помимо симптомов поражения дыхательной системы, штамм вызывает и желудочно-кишечные расстройства, ухудшение слуха и усиливает свертываемость крови. Штамм дельты выявлен и в нашем регионе. В настоящее время наша страна находится в красной зоне. С 26 июня Иатрауская область вновь вошла в красную зону. По информации областного департамента санитарно-эпидемиологической службы, для определения индийского штамма в лабораторию города Алматы были направлены 43 пробы, отобранные из 15 лабораторий нашего региона. В 18 из этих 43 образцов был обнаружен индийский штамм. По словам специалистов, в процессе эволюции вирусы подвергается мутация. В этот раз штамм дельты по заключению ВОЗ был включен в список штаммов, вызывающих беспокойство на глобальном уровне. В этот список входит высокозаразное, вызывающее тяжелые осложнения и не поддающиеся лечению вакцинации вида вирусов. Штамм дельты был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, а к 1 июня 2021 года уже распространился в более чем 90 странах мира. ВОЗ обеспокоена штаммом дельты, потому что этот штамм характеризуется высокой скоростью распространения и тяжелыми осложнениями. С начала пандемии коронавирусная инфекция претерпела несколько мутаций. Первоначально в Великобритании был выявлен альфа-штамм. Затем был обнаружен южноафриканский штамм бета, а затем в Индии штамм дельта, который отличается быстрой скоростью распространения. В начале пандемии, если мы предполагали, что один инфицированный человек заражает двух-трех, то альфа-штамм был способен инфицировать трех-четырех человек. А что касается дельта-штамма, то он передается сразу шестерым, то есть у него высокая способность к распространению. Вторая особенность заключается в том, что штамм дельта регистрируется не только среди взрослых, но и среди подростков. Симптомы заболевания проявляются вначале в виде гриппа, а потом присоединяются признаки желудочно-кишечной инфекции. Кроме того, штамм может вызывать ухудшение слуха, нарушение свертываемости крови. А если говорить о том, что единственным средством профилактики инфекции является вакцинация, то у населения возникает вопрос, сможет ли вакцина против COVID противостоять мутировавшим штаммам. На этот вопрос специалисты серии медицины дают ответ, что вакцинация, как правило, облегчает последствия заражения коронавирусом. Некоторые люди говорят, что они проверялись, и у них уже есть антитела. А ведь эти антитела могут быть только к одному виду вируса. В настоящее время в области есть четыре вида вакцин. Спутник российского производства, казахстанская вакцина Казвак, арабская Хаят и китайская Коронавак. Эти вакцины способствуют формированию иммунитета ко всем видам известных сейчас штаммов. Перед вакцинацией нет необходимости проверять себя на наличие антител. Согласно недавно вступившим в силу пунктам постановления Главного государственного санитарного врача Министерства здравоохранения Республики Казахстан, работники, не получившие вакцину против COVID-19, отстраняются от работы офлайн, а также они обязаны проходить ПЦР-тестирование один раз в семь дней. И все это привело к очередям перед пунктами вакцинации. Салтанат Мурат Казар, Турботпан Жанар Сағныш, Телеканал Атырау.